Мы идем осматривать еще другие отели, и просто их не смертно здесь количество. Естественно, отели на второй, на третьей линии, они намного дешевле. Вот мы как раз посмотрим, там находится пальм, сарай и так далее. Мы в самом дальнем от моря отеле, но в самом ближем к Аквавиве отеле, к аквапарку. Это четверка, но здесь очень все приятненько, и сегодня здесь фул. Я так сразу и не скажешь, здесь заходишь, просто полное ощущение, что никого нет, но отель довольно маленький. Ресепшн у него также уютный, встречают с напитками, такой же арабский стиль, ну маленький такой уютный домашний отельчик в арабском стиле. А цены на отели теперь можно узнать у нас в телеграм-канале. Консультации, подбор тура, а также переходите на наш сайт, где вы можете сравнить цены у всех туроператоров и забронировать отель самостоятельно. Отель все-таки такой больше, ну наверное не для моря, потому что до моря довольно долго идти. И я думаю, что здесь очень многие останавливаются чисто ради аквапарка, потому что он дешевле, чем Аквавива, а аквапарк включен. Естественно, это один из самых дешевых отелей. Ну не забываем, что конечно здесь есть доплата за Аквавиву, но все же если посчитать, видимо выходит подешевле. Вот, поэтому ну такой отель вот чисто для, ну мне так кажется, для аквапарка интересно. Но здесь вообще тишина, спокойствие, такое ощущение, что здесь вообще никого нет. Хотя говорят, что все номера заняты, но на территории никого нет. Я думаю, что все, кто сюда приезжают, приезжают не на территории посидеть, а либо поиграть в гольф, либо в аквапарк, либо на море. Поэтому территория здесь всегда будет пустая. Это плюсик, конечно, для тех, кто, например, хочет такой а-ля он ли дал тебе тишину и спокойствие, но бюджетного формата. Здесь также есть свой детский клуб, но у отеля территория просто вот, ну грубо говоря, я стою и вот так вот по кругу один малюсенький бассейн, один бар, а дальше у нас гольф-поле, ну и за ним уже Аквавива. То есть такой отель для игры в гольф-поле, ну в смысле, кто в гольф приезжает поиграть, как я уже сказала, в аквапарк или на море. То есть реально очень маленький номерной фонд, поэтому, видимо, все занятое, в принципе, номеров очень мало. Это самый короткий обзор из Египта отеля, потому что просто супер маленький отельчик. Ну и напоминаю, что это четверочка, ну и все-таки я скажу, что это довольно неплохая четверочка, да, но как бы довольно хорошего уровня. Посмотрим, что с едой. Ну вот так выглядит территория. Это все ухоженная, красивая, тихая. Вот мне кажется тоже, вот я вам говорю, когда он ли дал бюджетного формата. Ой, слушайте, здесь сумасшедше пахнет чабрецом, он вот здесь растет, базилик, чабрец, все подписи на русском, кстати, тоже есть. Ну, слушайте, в общем-то, если прям супер хорошая цена, вполне себе можно взять, но идти довольно нормально песочком, через все отели проходить, ну, вполне себе, если дешево стоит. Но сейчас с Азисом, с тем же они стоят примерно одинаково. Ну, а вот оно и гольф-поле, на нем никого нет, но вне сезона обычно очень много гольфистов приезжают в Египет, ну, я имею в виду, когда попрохладней. У меня полное ощущение, что мы вообще одни здесь в этом отеле, ну, виды классные, сидите, то есть реально вот для тех, кто хочет побыть в одиночестве, лучше не найти. Есть небольшой бар, бар на крыше. Вообще, слышите, реально как будто заброшенный отель, мы одни здесь. Но я думаю, что зимой этот отель, конечно, ждет своих игроков в гольф. Виды классные, сидим, отдыхаем, наслаждаемся коктейльчиком. Так, решили мы обойти все-таки всю территорию, и волейбольная площадка здесь есть, и музыка слышится, попадаем в более активную зону. Здесь уже прям знатно повеселее, но отдыхают в основном египтяне. Отель явно популярен египтям, я думаю, что им здесь очень дешево просто. И вот они детей привозят в аквапарк, потому что аквавила на самом деле довольно дорогая, хоть она и находится на третьей линии, а у них семейные номера и так далее, но тоже обзор есть, естественно. Мы уже несколько раз в ней жили-были. Так, ну что еще тут, смотрим, барчик есть, пойдем посмотрим наполнение какое. Кофемашины здесь не наблюдаю. Еще один маленький бассейн, но уже повеселее значительно. Ну и, в общем-то, отличие пятерки и четверки заключается в том, что здесь машина Нес-кафе, и другого кофе не предлагают, там безалкогольного пива нет и так далее. Ну, то есть вы меня поняли, газировка, соки и Нес-кафе. Так, ну, в общем-то, вот такой отельчик, такая четверочка. Детский клуб также здесь есть, но никого в нем нет, но здесь даже батут есть так-то. Ну, в общем-то, если прям сильно дешево, то, конечно, можно заселиться. А так, сейчас, ну, грубо говоря, пятерки, они по такой же практически цене, как этот, поэтому он сейчас и пустой. Вот, я думаю, когда тебе поднимутся в цене, этот опустится, здесь будет народ. Малюсенькое помещение для детского клуба есть, площадка есть, батуты есть, но аниматоров здесь детских нет, потому что детей здесь практически не бывает, и я думаю, они вообще ходят в другой детский клуб, либо в аквапарк. Так, в общем-то, заключаем вывод такой, что этот отель для местных здесь, видите, парковки для машин, то есть они на своих машинах приезжают, в общем, отель для местных мы посмотрели. Сейчас мы посмотрим номер, нам показали большой, здесь они пользуются популярностью, потому что в основном отдыхают местные, да, такого апартаментного типа номера. То есть это прямо огромная квартира, здесь очень много квадратов, то есть одна спальня, то есть прямо, знаете ли, такой не номер, а прямо квартира, даже не апартаменты. То есть расположение нестандартное для... Я вам даже, видите, без монтажа сейчас покажу, что вы ходите. Здесь, конечно же, все старенькое, биде, ванна, то есть в любом случае здесь еще и ванна есть, а не только души. И вот мы идем, смотрите, прямо как квартирка. Также здесь есть гостиная и кухня, то есть здесь может разместиться довольно много людей, но спать нужно будет в гостиной, потому что спальня все же одна. И даже есть кухня, она за отдельной дверкой, то есть здесь еще и готовить можно. И оборудована двумя туалетами и ванной. В этом отеле фишка в том, что все номера, они большие, с гостиной, отдельной спальней. То есть в этом отеле это стандартный номер, самый дешевый, да, но он идет с гостиной, с кухней маломальской, с холодильником полноценным, столом обеденным. И одной спальней, вот даже мы прошлый номер, да, который смотрели, он огромный, но у него одна спальня, также и здесь вот стандартный номер выглядит вот так. То есть все-таки у этого отеля фишка есть в том, что, видите, у них отдельная спальня, прямо большие просторы, даже в стандартном размещении. И в стандарте ванна идентичная, вот как и везде, да, без ванной, а душевая кабина. То есть довольно удобно, если что, вам в гостиной расстелят для детишек. Но очень удобно, что есть стол, ну это для тех, кто, например, хочет сам готовить, да, может быть, на долгосрочное приезжает и так далее. А цены на отели теперь можно узнать у нас в телеграм-канале. Консультации, подбор тура, а также переходите на наш сайт, где вы можете сравнить цены у всех туроператоров и забронировать отель самостоятельно. Вся информация в описании. Продолжение следует...